Сейчас же дети войны решили в кавычках наградить пенсионеров медалями, за которые они должны заплатить по 150 рублей. Соответствующее объявление какое-то время висело на офисе организации по улице Молокова. В администрацию Адлерского района обратилась жительница Адлерского района Соколовская Елена Лагвиновна. Мы объяснили Елене Лагвиновне, что наши уважаемые ветераны, дорогие, должны не поддаваться на провокации. Никаких государственные награды, выданные государством Российской Федерации, не подлежат оплате при получении. Никаких квитанций за оплату медали «Дети войны» не выдается. Организация в очередной раз вводит пенсионеров в заблуждение. В администрации напоминают, решение о назначении льгот должно приниматься только правительством страны. На данный момент официально социальный статус «Дети войны» на федеральном уровне не утвержден. А если такой закон и будет принят, то он будет распространяться на всех жителей страны, законодательно попадающих под эту категорию, а не только вступивших в организацию «Дети войны». Вместе с тем в Сочи существует несколько программ поддержки ветеранов. Решаются жилищные вопросы, производятся доплаты к пенсиям, предоставляются льготы на оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд в общественном транспорте. Участники войны могут также бесплатно пройти лечение или обследование в современных медучреждениях. Кроме того, сочинские пенсионеры – единственные в стране, которые по инициативе партии «Единая Россия» освобождены от уплаты налогов на землю. А это порядка 70 миллионов рублей.